а сколько вы спасли людей от смерти вы считали когда-нибудь смерть ну где-то где-то тысяч 30 операций тысяч 30 ну сколько спас а сколько помню как кого не спас не наоборот помню кого те кого не спас они как-то я когда-то спросил николай михайлович амосова ну такой еще молодой был наглый говорю кладбище большое за вами говорит кладбище то большое у вас большое кладбище за вами я думаю что относительно не очень но каждый болезненный уходит я некоторых вспоминаю 2-3 года и вот они приходят и во сне и в общем но относительно амоса наверное небольшой вообще я помню листан сей шалима он говорит что он где-то около 60 тысяч то есть два раза больше но я там сильно нагнал когда в германии там же этот поток по 6 по 7 операций каждый день ненормальный конвейер конвейер идет и там уже не знаешь кто живой кто мертвый потом на выходе твоя роль прооперировать а дальше юрий занович каково это когда вот на ваших глазах на столе прямо операционном умирает человек я можно расскажу один случай который у меня в германии произошел я это целая история но я начал я вообще 22 года проработал в абдоминальной хирургии поджелудочная докторская кандидатская по раку поджелудочная главный специалист стране поджелудочная нет но был специалист поджелудочная желчный что еще скажите мы весь я с александр сечем весь живот оперирую прямая кишка кишечник все желудок но поджелудочная докторская это мой как бы конюр пундул а в германии нашел работу в кардиохирургии друзья амосовцы там это говорит юра тут берут всех кто выживает тот остается это как вот михаличенко лёша рассказал про динамо говорит лобановскому все равно какой главное чтобы выжил тот остается и вот один из первых где там операция оперирует ну в один египетский хирург египет египтянин по национальности но живущий в германии и кардиохирургия там рассекали пилой вот грудину чтобы открыть сердце и он такой вот горячий вот смотри моя задача ассистента держать крючки поднимать грудину смотри как надо вот одно движение распилой и сердце такой фонтан я держали под руки ну естественно это вот этот запомнился ну что самое обидное на следующий день я не могу это переварить ситуацию больной остался на столе как на столе мало конечно там не не подойти все просто раз на следующий день встречаемся с ним в раздевалке идти в операционную случайно с хирургом с этим хирургом он говорит все из-за тебя это ты плохо крючки держал мне это все сука ты ой можно так можно можно да он-то моложе был я уже был под 50 уже видел переведу на столе не помню не помню кроме вот этого случая не помню и резинович вот удивительно знаете что врачи тем более хирурги я многих видел многих знал и знаю они в основном люди циничные ну циничные но все равно они прекрасные люди но циничные потому что ну слушайте когда первый раз умирает человек потрясение шок второй раз там меньше 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 а когда ты видишь изо дня в день страдания крики разрезанные животы и так далее ну привыкаешь ко всему привыкаю а вы какой-то блин человечный вот почему не привыкаешь я не знаю у меня я за каждого ну переживаю я расскажу еще мою историю одну жизненную на третьем курсе я учился в краснодаре там где александр сеевич шалимов институт имени красной армии надо что а знаете почему красная армия потому что вся интеллигенция московская питерская рванули туда в сторону крыма и отрезали бег и они остались в ростове и в краснодаре ну по цинизму от этому коммунистическому назвали имени красной армии раз вы уже остались там были такие звезды в это основали этот институт третий курс практика врачебная ну ты еще крови не видел все до третьего курса чистая теория физиология там анатомия кости и прочее первая больница туапсе меня направили на два месяца такая ну я не знаю деревенская больница старые какие-то кирпичи там все такое какой-то осталось памяти но хирург главный вишневский вишневский из института вишневского однофамилец который всю жизнь там работал и на пенсию решил на море поехать закончить свою практику это он говорит юра вот ты будешь мне ассистировать аппендицит первый раз в жизни смотри аппендицит 50 грамм навокаина больше не надо обезболивать какой-то цыган там был больно вот смотри 50 чувствуешь тут да да доктор чувствую ну чувствую прикосновения он еще не реже так ну ладно этому 70 дадим он хорошо кушать еще обколол на глаз на глаз ну шприц там ну так было в советское время чувствуешь да да доктор чувствует они что-то не должен чувствовать он делает разрез тот орет я просыпаюсь на полу у меня искра из глаз от этого крика надо мной этот вишневский я его помню лицо запомнил на всю жизнь этот он прекрасный хирург школа по советски он так смотрит на меня раз ты чувствуешь будешь хорошим хирургом вот пророк сказал как интересно вот запомнилась такая фраза надо мной просто когда знаешь когда теряешь сознание открываешь глаза над тобой как вот кино показывает лицо в маске хирурга чувствуешь я не понимаю что он спрашивает значит будешь хорошим вы же родились в россии смешная история тоже но расскажите моя родина геленджик вообще мне в германии турки сказали что обозначает белая невеста слово геленджик геленджик папа прошел войну врачом после войны не нашел место и работал челябин 47 это закрытая зона где возглавлял медсанчасть где ученые разрабатывали ядерную бомбу закрытая территория и только в 52 году пятьдесят втором году в отпуск едет в москву говорит ну вся жизнь проходит пять лет война 7 лет уже в лесу челябин 47 челябин 47 и сидит на приеме в министерстве и проходит его однокурсник ты чего вот я подал прошение хочу чтобы рассмотрели может какую-то на большую землю давай вечером как сейчас помню папам рассказ в ресторане арагвио встретимся ну папа заказывает стол этот приходит этот человек и говорит зиновь у тебя три варианта остаешься челябинск 47 или исчезаешь вообще с поля зрения или меняешь фамилию левшица там на иванова петренка почему дело врачей начало отец не знал и она решила вот выбрал исчезнуть где попала в геленджике и там я родился по иронии судьбы через два года переехали в краснодар а отец откуда родом изначально из конотопа у меня родители с конотопа мама это кайменчуга родом а отец конотопа вот ну тогда советский союз и там отец познакомился шалимовым познакомились они в краснодаре и в сорок первом году закончили институт были одногруппники и вместе учились и где-то по-моему 10 июня до войны сорок первого года было назначение кто куда едет и тогда юг ехал на север папа получает в якутию шалимов челябин чит в чету или куда-то туда что по-моему и они разъехались но по студенчеству они были друзья и потом уже оттуда на фронт там будет так отец у меня даже висит его награда выписка о награде красный орден красной звезды где он руководил отделением гангрен гангрена это анаробная инфекция сейчас 50 процентов смертность анаробная инфекция практически половина умирает а 90 наверное был а у него написано из четырех там чем-то больных 300 чем-то были отправлены в тыл то есть на долечивание вот он получил у меня как сам бог велел заниматься ранами я всегда после вот он мне очень много рассказывал хирурги это режешь а режешь это раны рано это огромная проблема вообще вообще почему вы решили стать врачом пример отца знаете мое время всему модно было физика математика и все хотели в москву в питер куда-то ехать в центр отец и я готовился был у меня гуманитарные языки вообще для меня смерть запомнить это с немецким столько было происшествия то что мне один говорит стой молчи и оперируй больше ничего тебе не надо потому что когда я начинал говорить вот и отец перед самым поступлением один был разговор говорит юра я бы хотел что-то пошел в медицину мама врач а мама какой врач детский педиатр у отца шестеро детей три брата три сестры и только и пятеро врачи ну я начал учить биологию ботанику там этот в общем поступил в общем учился достаточно достаточно вы упомянули на академика шалимова александр алексей шалимов ну был ведущий наверное хирург украины не наверное точно в этой сфере да герой социалистического труда еще в советское время депутат и так далее ну звезда ну звезда такая на неординарный человек я помню как он читал мне стихи 45 часов мы бы да да хаха хаха я его bisange ну как это вы любите стихи но я борюсь с альцгеймером но 5 часов и он он выбирал он выбирал стихи были такие самые не просто просто читал но по-моему он и сам писал стихи тоже потому что он не вроде читал такие стихи у меня не знаю а он действительно был классным врачом, классным хирургом? Мне по жизни повезло. Когда вот я закончил институт, отец говорит, в Москву, потому что с их курса 41-го года пришла только треть живыми осталась. И они каждые 2-5 лет собирались в Краснодаре. Все вместе. Хочешь, в Москву там Петя работает, хочешь, в Питере, кто там работает. Ну, лучшая школа, говорит, у Александра Сеевича. И Александр Сеевич приезжает к нам очередной раз, а я студентом 5-го курса. И дарит атлас будущего. Еще института не было. Они еще были в этом. Там нарисован проект этого института хирургии. Шалимовского. Шалимовского. И говорит, Зиновий, ну, если хочешь, я его возьму на пару лет. Больше не прости. Ну, вот, пару лет превратилось. Что интересно, Шалимов в Брянске, да, по-моему, когда работал... С Самосовым. Работал вместе с Самосовым. Они были заклятыми конкурентами. И потом так получилось, что эти два человека оказались в Киеве и стали звездами, светилами союзного масштаба. Это был какой-то после войны там долгая история. Шалимов так же, как отец, искал место. Ездил. Говорит, приехал, даже он рассказал, приехал куда-то в Закарпатье и говорит, нам такие вот нужны, опытные все. А подходит, говорит, такая, говорит, какая-нибудь симпатичная операционная сестра. Говорит, дядьку, сказали, тебя зарежут, если ты тут останешься. Он говорит, я завище. И обратно. Вот оказался в Брянске после войны. Говорит, там еще ж тогда братья ходили. Говорит, если останешься... И вот в Брянске, вот он рассказал, говорит, мы... Амосов уже был кандидат наук, а Шалимов, ну, после фронта, просто опытный хирург. И мы все время конкурировали. И мы решили разделить, не помню кто что, одни женщин ведут, а другой ведет мужчин. И говорит, я стою, оперирую, я так сделал, а он мне, значит, как-то, ну, вот, в ответ так. И вот эта конкуренция, конечно, их... Ну, это еще надо быть материал, личности должны были быть. Вот просто... А с Амосовым вы общались? С Амосовым общался. Даже, даже... Я же работал в кардиохирургии в Германии. И ребята, Амосовцы, когда он там оперировался, говорят, поехали его проведаем. Но я уже не мог, потому что он уже был такой, заставить себя смотреть. Общался. Он, конечно, тоже сильная личность, но они разные, совершенно разные. Шалимов... Добрее, да? Ох, он же колючий. Если Шалимов не бил на операцию инструментов кого-то, это, значит, был не очень... Ну, оперируешь, когда что-то сделал не так, он брал инструмент и... По руке? Ну, в горячее время, когда что-то нет, по руке, и все ходили, я говорю, смотри, вот этот будет хороший хирург-ученик. Ну, в поры. Потом извинялся. А Моссов более прагматичный. Жесткий, прагматичный, вот эта кибернетика. Шалимов, ну, мне кажется, более чувствный. Но хирург Шалимов был, ну, что называется, от Бога, вот он чувствовал ситуацию, он входил, он... Ты не... Пришел в тупик, зовите шефа, зовите, приходит уже пожилой, все, два движения, вот это хирургия, это вот... Вот что такое великий хирург? Вот какие признаки величины хирурга? Голова, руки и принятие решений молнины. И опыт, наверное, да? Опыт. Я вот сейчас, когда идут хирурги, ко мне пришел на работу один, два года после института, интернатура, я хочу у вас работать, ну, давай мы посмотрим, попробуем, научим тебя. А вы знаете, я привез трех пациентов, хотел бы их прооперировать. Я говорю, как я тебя пущу прооперировать? Я не знаю, кто такой. Значит, а что ты привез, мне интересно? Одному нос исправить, другому грудь, третий там аппендицит. Я говорю, ну ты парень, а где ты научился? В интернете. Я не представляю, как это все происходит. У нас было так, три года Шалимова, стоишь последним ассистентом, только смотришь и крючки, вот какой-то варабы. Потом тебе дают какой-то элемент под контролем. Потом ты идешь на трупы. Потом у нас у Шалимова было два этажа, который приказал долго жить, лучший в союзе виварий. Там были собаки, свиньи, мы трансплантацию на свиньях делали. мыши, крысы, кролики и все отрабатывали. Каждый хирург и наоборот. Если ты делаешь какую-то провинность, на месяц идешь в виварий на наказание. Ну, на что-то идешь. И оттуда наука шла. У нас же как, вот Фурманов изобрел сварку, первый в мире, на животных это отработал. Там нити были первые в союзе, там тысячу операций были. У меня только было 150 патентов тогда советских. Они не патентируются в Европе. Но новый подход к какому-то лечению. Он очень, вот Шалим, ну и Амосов тоже был нацелен на него. Я вам плохой вопрос задам. Ну, мы же правду говорим. Всяком случае стараемся. Я знаю, что закончил жизнь свою Александр Алексеевич Шалимов страшно. Ну, давайте я спрошу, а вы или опровергните, или подтвердите. Он женился на женщине, Сусанна ее звали, которая была намного моложе его, на лет 30 или 40. Она была медсестрой, да. И все было хорошо, пока Александр Алексеевич не стал очень стар. И когда он стал стар, мне говорили вплоть до того, что она его даже била и выселила из квартиры, и он жил в палате в своем институте и ел кашу, в общем, и так и умер. Что правда, что нет. Ну, больше не правда. Вы знаете, я пересмотрел все это отношение к Сусанне Николаевне. Ну, сейчас это разница в возрасте была большая. Она работала операционной сестрой. Вы ее знали хорошо. Она влюбилась в него как в хирурга. Это когда личность оперирует, это как киноактер, как это. Это поведение, рефлексы, манера, операция, результат. Я думаю, что любовь у них была истинная. Александр Алексеевич, я скажу другое. Она ушла из жизни очень молодой, 65-66 лет Сусанна. И помните предыдущее одно из наших интервью, вы приезжали в Германию, помните, да? И когда говорят, ну, как же так, мне там сказали так, а здесь все черное-белое, а там расскажи про медицину. Я просто рассказал тогда, вот как я работал и что я видел, какая она немецкая медицинская, ничего больше не было. Звонит мне Сусанна и говорит, ты где воспитался? Ты же воспитался у нас, в школе, в нашей школе, Шаня, ты что, ну, обсираешь всю нашу медицину, всех врачей? Я так обиделся тогда, ты понимаешь? Перестал с ней общаться, просто, ну, пересмотрел, думаю, ничего обидного нет. Ну, вот так оно было. Это же правда. Все правда. Звонит она мне, я в больнице, где-то года полтора, уже накануне последних своих дней, я хочу перед тобой извиниться, приедь, пожалуйста. вот я приехал, взял там фрукты, все, она в больнице, тяжело больная, молодая женщина, еще крепкая, и она мне излила все право, ты был прав, но я была патриотка, там все это все, ну, такого не было. Было различие, это он импульсивный, она импульсивная. Такого, чтобы прямо, прямо выгоняла из дому не было. Не била его? Ну, я не присутствовал, не знаю, думая, что нет, думая, что нет. Что я скажу? Вот она извинилась и с этим ушла из жизни. Но он умирал и жил, и умирал у себя в палате, прямо в своем институте. У него ж была тоже, я приехал в Германию в 97-м году, мне звонят только-только, и первая клиника, главный, ну, был общий хирург, который, его основной конек, желудок был, Майер, в Золингене это было. И мне звонят, что у Александра Алексеевича рак желудка. Я ему говорю, что мой учитель, он говорит, я знаю его работы, я знаю его клиники, пусть он приедет, я бесплатно сделаю мою операцию. тогда разница была, ну, существенная была разница в медицине. Я звоню Александру Алексеевичу, он говорит, не, Юра, мне мои ученики сделают. Поступок, поступок. У него была тяжелая онкология, уже рецидив, и он поэтому уже доживался в это время. Кстати, в биофармтехе, который, вот клинику, которую я создал, там ребята ему палату выделили, ухаживали за ним. Ну, все уходят, вот он так уходил. Просто... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова